Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два года поиграть с тобой в любовь, потом жениться на какой-нибудь столичной дивуле Ну и ладно, а я вон за Стаса замуж пойду Уровень? За кого ты там замуж пойдешь? Ромка, привет! Я так соскучилась Я тоже Стас, я ее забираю Ромка, ты давай эти свои столичные замашки брось Если я тебе нужна, сиди и жди Давай, я сейчас занята Гулять будешь негде, что ли? Какой злой Тебе далеко? До Каменного Подкинешь? Это с тобой? Да нет, санитар лез Так чего? Давай прыгай, ты ночевать здесь останешься Ну и как зовут тебя? Кирилл Артемов О, как официально Я, Илья Ваш чай, сэр? Издеваешься? Полгода не виделись Выпить чай, успокаивать Угу У тебя появился кто? Ты бы сразу узнал Тогда выходи за меня Выходи за меня Выходи за меня замуж Рома Можно тебя на минутку? Время осенним сад Словно ждет весну Ночь пеленная Мы с тобой Два часа назад Ты выехал из дома Встречать брата Я встречался с невестой О, неожиданно В любом случае Ты сначала закончишь институт Мама, я в гробу видел Твой институт Это тебе он нужен Она не мне Конечно Чтобы ухлестывать за официантками Выше образование не обижалось Хорошо Я еще раз повторюсь Я буду жить как и с кем я хочу Ну, пожалуйста Только твоя невеста Вряд ли согласится на рай шалаша Езжай за братом Я давно хотела тебя спросить Почему ты осталась в Каменном? Ты же умная девочка Могла бы учиться А в Каменном что, не идет? Подловила Хочу дать тебе совет Не быть дурой И не рассчитывать на моего романа Найдете ему невесту побогаче? Ему нужна другая девушка Но тебе и я готова помочь Купить меня хотите? Ну, почему бы и нет? Тогда отца мне верните Говорят, что взрыв на шахте Это ваше хруп дело Если ты веришь людям Почему ты работаешь на меня? Я тебе советую подумать На предложение В любом случае Романа ты не получишь Бери грязную посуду Чай мне принеси, пожалуйста Чувело мое сердце Не надо было тебя подвозить Ну и не подвозил бы Я же не напрашивался Чего ты такой суровый Кирилл Артемов Слушай, а что ты говоришь Ваша семьяшин монтаж принадлежит, что ли? Нам в Каменном почти все принадлежит Артемов и сила О, ты богатей Так с виду ты и не скажешь О, давай я тебя познакомлю Своей сестру Меня в Каменном девушка ждет Да ну брось О, брат Кирюга Брат Обкинулся Держи, это тебе Спасибо А что, пробило? Да поломались у тебя многое Понятно Роман, Артем Илья, Венчаров Надо до города дотянуть Пока конец света не настал Здрасте Лариса Игоревна Следователь Долец Павел Сергеевич Чем обязана? Поступило очередное ходатайство О проведении дополнительных Следственных мероприятий От Бекетовой Ольги Алексеевны Дело передали мне Образно выражать Пожалуйста, проводите Ни у предприятия, ни у поселка Нет денег на работу в шахте Ну, это ясненько Однако есть информация Что у шахты нашелся Новый покупатель Находится и теряется Когда узнают Сколько нужно потратить Чтобы очистить ствол Лариса Игоревна Ну, образно выражаясь Любая правда Рано или поздно Поднимается наверх Павел Семенович Сергеевич Сергеевич Образно выражаясь Меня ждут сыновья Если у вас появятся Какие-то вопросы Обращайтесь Благодарю Всенепременно Обращусь Не забыла? Мне кажется Тебе надо Что-то завтра сказать Люди ждут Два года они там лежат Даже не чешется Никто Судьба каждого найдет Ты же вот Дождалась своей судьбы Или нет? Наверное Слушай себя, девочка Слушай свое сердце Оно не обманет Вот только Про речь Подумай Подумаю Оно не обманет Оно не обманет Вот и Слушай, Оно не обманет Оно не обманет Энам Тебе Заând ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, я всё объясню. Мальчики, какое счастье, когда вы вдвоём дома. Садись, Кир. А я не понял, чего он тут-то? Федя теперь живёт с нами. Ну, в смысле живёт? Охраняет тебя? Ну, чего? Балбес. Живёт с ней. Садись. Садись. А, мам, слушай, я забыл, у меня там ребята и… Какие ребята? Там ливень во дворе. Садись, поужинай, я приготовилась тут. Ну, я тогда тоже кого-нибудь приведу. И я тоже. А приводите. Ой. Что с тобой? А немножко. А немножко. Грудь сдавила. Дышать не могу. Слушай, Алён, ты обратно не ходи. Отпросись. Да ладно. Вы готовы заказывать? Готов. Накормите меня, как своего мужа. Мой муж ест только домашнее. Ну, тогда пригласите меня к себе домой. Какой? Там муж ревнивый. Ага. Ну зачем он так? Бросьте его. Поехали со мной. А вы не ревнивый. А я кремлевый. Бесчувственный? Спокойный. Равнодушный. Мудрый. Слушайте, вы заказ делать будете? Суп гороховый, картошка, три котлеты и компот. Любимая? Здоров. Я думал, ты укатил. С колесом все в порядке? Да, все хорошо. Мама зовет нас на ужин по случаю возвращения Кирилла. Везунчик. Пшена твоя? Нет пока. Скоро будет. Я поеду в другом месте. Как скажешь. А твоя мама точно не рассердится, что ты меня пригласил? Да не рассердится, она сама разрешила. А Ромка будет? Ну да. Ладно, Кир, я тогда побежала переодеваться. Конечно. Кир, ну ты что, поставь меня. Ну поставь. Ой. Татошка, ты чего здесь? А? Что случилось? Что со Славой? Плохо ему? Сейчас, подожди, я только аптечку возьму. Сейчас. Ты знаешь, мне кажется, это не очень хорошая идея. Ты моя невеста. И мать уже пусть что хочет говорить. Ну, можно я тогда заеду домой хотя бы переодеться? Только быстро. Тебя, кстати, как зовут? Алена. Илья, спасибо за обед. Хоть и не накормила. Не судьба. Не зарекайся. Что это было? Да мало ли дурачков транзитников проезжает. Не обращай внимания. Поехали. Не боюсь я тебя, ведьма. Пропади пропадом. Оставь людей, не мучай их. В аду тебе место. Пропади пропадом. ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего, вы же лучший фельдшер Мне сильно школьника приснился Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава, ты был хорошим мужем моей дочери, но Алла погибла, Коленька пропала. Надо их отпустить. Всё, другой правды для меня нет. Дорогие гости, я хочу выпить за семью. Мне очень радостно видеть, что глаза моих сыновей светятся любовью. Но хочу предупредить, что семья — это навсегда. Поэтому думайте об этом, выбирая себе спутницу, мальчики мои. А я уже выбрал. Ань, выходи за меня замуж. Да ладно. Кирюша, может быть, дадим Ане подумать? По-моему, ты застала её расплох. Я буду ждать. А вот я готова выйти замуж за Ромку. А, да. Мы с Алёнкой решили пожениться. А что за клюква, а? Лар, ну давай уже и ты за меня выходи, а? Устроим тройную свадьбу. Обожаю твой юмор, но не сейчас. Ну что ж, коли вы решили, так тому и быть. Ура! 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 Эти мужчины — отцы, мужья, сыновья — навсегда останутся в наших сердцах. Сколько б вы не препятствовали, я найду способ провести работу в шахте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не преувеличивайте, пожалуйста, мои возможности. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не забывай, мы почти прогнились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я хочу сказать… Я хочу сказать… Пусть Василиска отдаст нам их, чтобы мы с достоинством могли их похоронить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И чтоб не было этой братской могилы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли! Усадка грунта. Ничего страшного. А люди решили, что Василиска под землей негодуют. Ты хорошо посмотрел? Да. Ничего. Федь, это старинное и очень дорогое кольцо. А мать у нее была более перекатная. Ну, мало ли, от бабки от прабабки. Может. Может, Кошкин что-то нашел? Ты же говорил, он вел у себя страну. Если он и нашел, то домой не понес. Да и девчонка за два года проболталась бы. У них в хате бедность. А ты что, правда разрешишь им пожениться? Век казенный, развестись недолго. Ну, а мы с тобой. Федь, я хочу, чтоб ты выяснил раз и навсегда. У меня был муж. И ты его убил. Что, избаловали тебя мужики, да? Крутишь всеми, как хочешь. А со мной этот номер не пройдет. Ну, раз в постель-то пустил, значит, не сильно ты горюешь? Есть у нее фотография. На зеркале. Старая. Да, может, прадед. Фамилия там такая же. Кошкин. Здравствуйте. Хорошая погода. Неожиданно. Что-то по свадьбе, Лариса? Айнур, ты не знаешь, кто вродни у Аленки по линии матери? Такой редкий перстень по наследству и достался. Я не поэтому пришла. Айнур, посмотри по картам. Неужели невозможно что-то сделать, чтобы этой свадьбы не было? Понимаешь, я пыталась, как камень на душе, давит и давит. Что там? Ничего не нужно делать. Как это? Все уже решено. И ничего изменить нельзя. Айнур, ты мне с ума сходишь своим гаданием. Объясни. А не поженятся? Свадьба будет. Алёй, как тебе? Как красиво. В Зыкинское платье, да? С ума сойти вообще. Да вот так немножко. Подшить еще нужно? Заметую. Я сейчас встретил. Осталась. Как верится. Волнуюсь. О! Что же вы не предупредили? В каком смысле? Ну я бы костюм захватил, а то он у меня без дела вон в кабине болтается. Извините. Он свой номер телефона не оставил. У нас кухня, кстати, уже закрыла. А я не за котлетами, я за тобой. Ты борзый, что ли? Давай я хоть до дома довезу. У меня пешком тут пять минут. И вообще на своем драндулете ты там не проедешь. Узка. Да что б тебя, а? Ты все стены подсносил. Правда? Ну давай уже выйдем как-нибудь отсюда. Все. Заглохла. И как мне отсюда выбраться? Ну, мы можем тут заночевать. Сейчас. Ты куда? Алена? Нет, я отсюда не выйду. Не получается. Да. Пусть, а вы по стене, а? Я не могу машину оставить, прости. Пролезай через меня, если так торопишься. Ты дурак, что ли? Гонки. Открой дверь. Ты так мило злишься. Все, я понял. Глаза закрой. Руки убери. Не смотри на меня. Где дед? Не представь, что я... Аккуратно, у меня руль большой. Я твоя бабушка. Ой. Можно руки опускать? А теперь уезжай отсюда. Ты была права. Мне отсюда не выбраться. Знаешь что? А это уже твои проблемы. Привет, Руслан. Нет, я не могу. Я не знаю. Вот. Возле спуска в этот шурф. Мальцев с Кошкиным разговаривал. Может, Мальцев Артемова про перстень-то и напел? А ты об этом говорил кому-нибудь? Нет, не говорил. Очень хорошо. Всему своё время. А оно ещё не настало. Ладно, стойте здесь. Пойду посмотрю. Ну, то уж всё. Не боюсь я тебя. Вроде нет в шкатулке. Вроде нет в шкатулке. Вот, Месяч, может, ко мне в прихожую на своём грузовике въедешь? Граждане, я всего лишь трубадур, который разбил лагерь под окнами своей принцессы. Ни замков, ни принцесс. Нашим каменным нет. Нет, ошибаетесь. Я вижу, вы королева. Если у вас есть дочь, то она наверняка принцесса. Сонька, королева. Это ж надо. Королева семочек на базаре. Меня за всю мою жизнь никто королевой не называл. Пусть говорит. Только не пой. Я влюбился в девушку. И теперь в каждой незнакомке мне она чудится. И чем дальше я отсюда уезжаю, тем больше моя тоска. Поэтому я здесь, под балкон. Ты про нашу Алёнку, что ли? Так она через неделю замуж выходит. Ещё не вышла. Говори, говори. Я думала, это только в телевизорах так бывает. Алёнка, выходи за меня. Лариса Игоревна, доброй ночи, образно выражаясь. Образно выражаясь? Что происходит? Как? А разве вы не получали факсы в области? Нас не пустили сейчас в управление. Кто эти люди? А у шахты появился новый арендатор, который любезно согласился взять для себя работы по расчистке завалов. И кто этот арендатор? Некий местный бизнесмен, которого спонсировала вдова Бекетова. Так что, образно выражаясь, сейчас пробил или пробил. Как правильно? Фу, чеснок. Здорово, водила. Здорово, парни. Ты тут, кажется, заблудился. Мы тебе покажем, как выехать. Да я до утра вряд ли заведусь. Спасибо за заботу. Ты не понял, что? Сигай за баранку и крути педали. Подумай о маме. Вы что такие злые? Роман Артёмов мой кореш. Ты что к её девушке подкатываешь? Мы сами разберёмся. Это наши дела. Я истекаю кровью. Меня лишь можно вылечить любовью. Слушай, ты дурак, что ли? Они ведь тебя могли ножом пырнуть. Да? А что, твой жених мафиози? Мой жених студент. Всего-то. В общем, да, где-то, наверное, мафиози. Ольга. Больно? Подуй. Терпи. А то как цирк устраивает, так ты смелый. Поехали со мной. Поженимся в первом же ЗАГСе. А почему ты думаешь, что ты мне тоже нравишься? А я не думаю. Я чувствую. Ты мне привиделась. Когда видится, креститься надо. Ты мой жених, Роман, а обманывать я его не собираюсь. Ты его уже обманываешь. И твой обман он принимает за взаимностью. Ты что, обо мне не знаешь, а выводы делаешь? Странно, да? Я тебя не знаю. Как будто бы ты была со мной всю жизнь. Да не была я с тобой и не буду. И вообще проваливай с каменного и не возвращайся больше сюда. Дырка. Франциск, паразит. Ведь с утра мышей нажался. Зачем тебе еще фата понадобилось? Может, это знак? А ну, сядь. Как я? Вот они, твои красавцы. И что? Что мне делать-то? Я Илью всего два раза видела. Как будто всю жизнь знаю. Роман будет тебе хорошим мужем. Достаток будет. Будешь королевой здесь. Но вот императрице тебе не быть с ним. Место занято. А Илья? А Илья, если вернется в Каменный, найдет богатство. А любовь свою он уже здесь нашел. Трудный выбор. Но за тебя его никто не сделает. Если вернется. А сейчас он уже уехал? Да. На рассвете. Ты, сучка, зачем мне все это рассказала? Думаешь, отменю свадьбу? Вряд ли. Но крылышки со святой Аленой я посбивала. Я не отменю свадьбу, даже если мне придется с утеса сбросить этого Илью. Дело твое. Только мне кажется, он Аленке понравился. Домой идешь пешком. Ты не заболела? Да нет. Привет. Я верю. Я верю, что ты не давала повода. Давай поженимся поскорее. Четыре дня потерпеть. Он тебя не тронул? Хорошо. Поженимся. Я брошу на стилю, ты вернусь. Я не оставлю тебя туда. Не встали, обижайся ты. Ром. В чем дело? Дано, езди в машину расстреляли. Человека здесь положили. Я вернусь. Осторожненько. Похоже, новые владельцы шахты до нас так и не доехали. Опасные настали времена. Людей среди бела дня стреляют. Свадьбе же это не помешает. Ну, кто о чем. Нет, сынок, поезжай, не думай. Лариса Игоревна. Совпадение, образно выражаясь, да? Сколько не борюсь с этим паразитом. Ну, какой же это паразит? Это ваша изюминка. Пожалуй. А ваша изюминка, образно выражаясь, выходить сухой из воды? Не надо на меня вешать это дело. Боже упаси, я только указываю на совпадение. Не ищите совпадение. Ищите совпадение. Ищите преступников. Ищите по запаху, по запаху. Найдем. Всех найдем. Не волнуйтесь, Лариса Игоревна. О, опять чеснок. Дитя носят. Губы не распухли с Алькой целоваться? Ты что, Лэш? Дело есть. Парня помнишь, который тебя подвез? Илья. Вот надо его найти и дать по кумбову. Ром, я не буду драться. Ты ссыкло, что ли? Да при чем тут? Я обратно в тюрьму не хочу. Брат, он мою невесту чуть не увел. Ну, не увел же. У Аньки первым хочешь быть? Хочу. Ну, вот стоит мне только пальцем поманить. Слово сказать. Не надо. Не надо. Я понял. Ну что, красавица, пришло время выбирать. Со мной у тебя будет все. Ты ведь меня любишь. Не обманывай себя. Кто тебе не нужен, тот со мной пойдет. Навсегда. Нет. Что? Спорить со мной вздумала? Я не могу выбрать. Ну, так оставайся одна. Ха-ха-ха-ха! Дом не разнесите! Мама! Все будет хорошо! А ты где был? А я в город ездил! Да, я просил его купить кое-что для свадьбы! Смотрите у меня! Ну что? Ну так, наломал его немножко, чтоб понял! Спасибо, брат! Пойдем пропевать мою холостую жизнь! Смотрите, кто пришел, пацаны! Здорово, здорово! Василиска! Оставь меня в покое, слышишь? Я сама хочу решать! Сама! Любовь моя, ты что тут делаешь? Мы через два часа должны были в ЗАГСе! Ром! Ты меня извини! Я не выйду за тебя! Что? Подожди, это… Это из-за него? Я не могу… Он такой… Подожди, кто он такой? Со мной у тебя будет все! Подожди… Я прошу, я… Я умоляю тебя… Стань… Пожалуйста, любимая… Я прошу тебя… Послушай, давай поговорим… Ты все для меня… Возьми… Я умоляю тебя… Возьми… Ты все для меня… Прости… Меня? Пожалуйста… Ну-ка… Вставай… Не вздумай унижаться перед этой… Ну… Тихо, тихо, мой хороший… Ничего… Ничего… Что не делаете, все к лучшему… Понимаю? Тихо, тихо, тихо… Вы мальけれ… Вы самый красивый… Как мой хороший… Тихо… Тихо, тихо… judgment… У… Тихо… А где твой грузовик? Все. Контору закрыли. Грузовик отобрали. Я буду скучать по нему. Он был мне верным товарищем. Ты голодный? Очень. Могу накормить домашней едой. Кафе сегодня закрыто. Как своего мужа? Как своего мужа. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА 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 Двое суток мальчика нет. Почему его никто не ищет? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА 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 Кого ты там хочешь задушить, мам? Ром! Все в порядке? Все отлично. Ань, ты где его нашла? Уезжаем в Москву. С Аней прямо сейчас. Пиолетка! Горька! 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 Раз, два, три, два, три, четыре! Какой? Спасибо. Что же мне вам пожелать по такому поводу? Шли бы вы. Проклинаю тебя. Пусть твоя чрево засохнет, и ты никогда не познаешь радости материнской. Никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова